МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Опыт локальных войн и вооруженных конфликтов убедительно свидетельствует. В выигрышном положении оказывается та сторона, в арсенале которой есть полный комплекс средств радиоэлектронной разведки. Во многом благодаря именно этому вооруженные силы США и Израиля добивались решительного преимущества над противником в боевых операциях, которые они проводили в течение последних 30 лет. Помимо спутников-шпионов, самолетов, наземных средств радиоэлектронной разведки, армиями этих стран широко используется целый комплекс беспилотных летательных аппаратов самого разного вида и назначения. Первые беспилотные летательные аппараты появились в середине 30-х годов прошлого века. Это были дистанционно управляемые воздушные мишени, которые использовались на учебных стрельбах зенитной артиллерии. После Второй мировой войны в 50-е годы авиаконструкторы создали первые беспилотные самолеты-разведчики. Еще 20 лет понадобилось для того, чтобы разработать аналогичные машины ударного назначения. Беспилотные летательные аппараты имеют немало преимуществ. Они на два порядка дешевле обычных боевых самолетов, которые необходимо оснащать системами управления, жизнеобеспечения, защиты, кондиционирования. Стоимость современного ударного истребителя составляет 50-60 миллионов долларов. Стоимость беспилотного аппарата — 500-600 тысяч. Один оператор с земли может управлять несколькими машинами. Беспилотники потребляют мало топлива, меньше по размерам и более маневренны. Они могут совершать такие фигуры пилотажа, которые привели бы к гибели летчика на пилотируемой машине. Для применения боевой авиации требуется дорогостоящая инфраструктура, аэродромы, пункты управления и обслуживания. Беспилотнику всего этого почти не требуется. Самолет сам по себе не полетит. Необходимо подготовить пилотов, а это дорогое удовольствие. Например, обучение одного летчика-истребителя обходится примерно в миллион долларов. Отсутствие же экипажа на борту серьезно снижает затраты на выполнение боевого задания. И главное — сохраняются жизни пилотов. В 70-80-х годах в Советском Союзе разработкой беспилотных летательных аппаратов занимались конструкторские бюро Сухого, Туполева, Мясищева, Яковлева и Камова. Однако реальных успехов в этом направлении достигли лишь два из них. В Туполевском КБ были созданы беспилотные разведчики «Ястреб», «Стриж» и «Рейс», а также ударный комплекс «Коршун». В КБ Яковлева работали над созданием беспилотных летательных аппаратов, масса которых не превышала 150 килограммов. Самым удачным из них стал комплекс, получивший обозначение «Пчела». На его основе было произведено несколько модификаций, которые до сих пор находятся на вооружении. Эти системы работают на высотах от нескольких десятков до 5000 метров с продолжительностью полета 4-5 часов. К работам над ними инженеры и конструкторы КБ Яковлева приступили в 1982 году. Тому были серьезные причины. Толчком, очень серьезным толчком, значит, к такому усиленному и ускоренному развитию этой техники позволили события 1982 года во время войны Израиля с Ливаном. Тогда очень маленькие аппараты, вот приблизительно такого же вида, как мы с вами имеем сегодня здесь, вот смотря на нашу ПЧУ, но израильского изготовления, это мастифы и скауты, они в то время произвели настоящий фурор на линии боевого соприкосновения Израиля с Ливаном. Тогда за полчаса они практически произвели полную воздушную разведку всех зуров, которые стояли на границе Израиля и Сирии с сирийской стороны, помогли полностью установить их местонахождение, потому что, пролетая над линией фронта, маленькие те аппаратики, они просто вызвали эффект обнаружения ракетных комплексов ливанской стороны, как говорится, вызвали огонь их на себя. Беспилотные летательные аппараты применялись Израилем еще во время арабо-израильского конфликта в 1973 году. Они использовались для наблюдения и разведки, а также в качестве ложных целей. В 1982 году, по информации, полученной с помощью аппаратов «Скаут» и «Мастиф», отвлекающая группа израильской авиации перед ударом главных сил вызвала включение радиолокационных станций сирийских зенитных ракетных комплексов, по которым был нанесен удар с помощью самонаводящихся противорадиолокационных ракет. Сирия потеряла 86 боевых самолетов и 18 батарей ЗРК. Первый советский опытный беспилотный летательный аппарат мини-класса взлетел в 1983 году. Всего для проведения исследований было построено около 50 беспилотников. Они были предназначены для проведения разведки в оперативно-тактическом звене и ретрансляции данных на командные пункты. Эти аппараты в дальнейшем получили обозначение «Пчела». В 1990 году был создан новый дистанционно управляемый летательный аппарат «Пчела-1Т». Эта система способна вести круглосуточное наблюдение за наземными объектами и подвижными целями с передачей телевизионного или тепловизорного изображения на пункты управления в реальном масштабе времени. В 1997 году беспилотный разведчик был принят на вооружение. Комплекс «Пчела-1Т» является многоцелевым летательным аппаратом и может использоваться как управляемая воздушная мишень, а также для постановки радиолокационных помех и подавления средств связи противника. «Пчела» — беспилотный дистанционно управляемый летательный аппарат. Размах крыла — 3,3 метра. Длина — 2,8 метра. Масса — 138 килограммов. Двигатель — двухцилиндровый поршневой мощностью 32 лошадиные силы. Крейсерская скорость — 100-180 километров в час. Радиус действия — 60 километров. Продолжительность военной разведки — 2 часа. Практический потолок — 3000 метров. Минимальная высота полета — 100 метров. Беспилотный летательный аппарат «Пчела» входит в состав комплекса «Строй-П», предназначенного для решения различных тактических задач. Комплекс включает в себя 10 летательных аппаратов, наземный пункт дистанционного управления, технологическую и транспортно-заряжающую машину. В тот момент, когда мы стали разработать этот комплекс, в стране вообще-то ничего не было с точки зрения комплектующих, с точки зрения образующих всех элементов, ни как комплекса, ни летательного аппарата, вот с таким весом. Вся элементная база, начиная от двигателя, кончая всем электрооборудованием, воздушным винтом, значит, всей начинкой, как говорится, электронной этого аппарата, парашютной системы, короче, все, что есть на этом аппарате, вы видите, все разрабатывалось заново. Боевые действия на Северном Кавказе показали, что из всех существующих беспилотных летательных аппаратов, находящихся на вооружении и на этапах разработки и испытаний, пчела наиболее эффективна. С ее помощью командование получало уникальную развединформацию. Эти сведения использовались для нанесения ударов авиации и артиллерии, уточнение задач специальных подразделений при проведении тех или иных боевых операций. Разведданные, которые добывал Яковлевский беспилотный аппарат, спасли сотни солдатских жизней. Во время этих кампаний он показал себе с прекрасной стороны с точки зрения того, что та разведданная информация, которую невозможно было никакими другими путями найти, то есть практически по земле это было трудно получить, ни один летательный аппарат, нормальный нашей схеме, пилотируемый, не мог проникнуть в те районы, где нужно было получить информацию с точки зрения безопасности прежде всего, потому что пилотам было достаточно сильное. И чтобы не подвергать риску, еще раз говорю, жизни пилотов, вот были использованы вот такие вот пчелы для получения развитой информации. В 1985 году в Яковлевском КБ приступили к разработке беспилотного летательного аппарата «Шмель-1». Эта машина имела несколько большие размеры и четырехопорное шасси. Летные испытания системы в разведывательном варианте с телевизионным и инфракрасным оборудованием прошли успешно. Беспилотник может работать и в качестве воздушной мишени. «Шмель-1» – аппарат многоразового применения. Выполнены по нормальной аэродинамической схеме с толкающим винтом в кольцевой насадке. Аппарат рассчитан на 10 применений. Старт осуществляется при помощи двух твердотопливных ускорителей с короткой направляющей. Способ посадки – парашютно-амортизационный. Аппарат хранится и транспортируется в сложенном виде в специальном контейнере и совместно с наземным оборудованием образует комплекс воздушного наблюдения СТЕРХ. О растущем значении беспилотных летательных аппаратов при проведении боевых операций свидетельствует тот факт, что после войны в Афганистане и Ираке Соединенные Штаты Америки решили увеличить количество подобных систем в своих вооруженных силах сразу в пять раз. Страны, производящие машины такого типа, составляют особый клуб, принадлежность которому свидетельствует о высоком развитии авиационных технологий и фундаментальной науки. Сегодня производится и предлагается на экспорт три варианта пчелы. В их числе принятая на вооружение воздушно-десантных войск «Пчела-1Т» с телевизионной системой разведки и наблюдения, воздушная мишень «Пчела-1ВМ», предназначенная для учебно-боевой подготовки расчетов зенитно-ракетных комплексов ПВО и новый ночной разведывательный комплекс «Пчела-1ИК». Все эти аппараты входят в состав беспилотной разведывательной системы «Малахит». Помимо уже принятых на вооружение беспилотных летательных аппаратов, яковлевцы предлагают еще шесть новых систем. Они способны не только вести разведывательные операции, но и уничтожать выбранные цели. Рассказ о других разработках прославленного конструкторского бюро мы продолжим в следующих фильмах «Оружие». Редактор субтитров А.Семкин